Вы говорили об уме. Насколько я поняла, вы сказали, что сердце следует тому, во что верит ум. Что на уме, то и в сердце. Нет, нет. Если я правильно поняла, если я не ошибаюсь. Потому что, когда вы говорите, что нет разницы, мой ум говорит одно, а сердце — другое. Вы говорите о сердце метафорически или буквально? Я говорю метафорически. Я не говорю о… Хорошо, не обьющемся сердце. Я говорю о сердце метафорически, а не о сердце, которое бьётся. А также какое-то время назад я читала, что следует искать в своём сердце с помощью интеллекта. Итак, все эти вещи, касающиеся ума и сердца, как применять интеллект и восприятие, чтобы создавать осознанность. И я думаю, что вы немного говорили об этом. Не могли бы вы подробнее поговорить о концепции интеллекта, разума, восприятия, и как мы можем это использовать в нашей повседневной жизни? Видите ли, огромное количество предпринимателей живут за счёт того, что усложняют простые аспекты жизни. Правда. Если вы усложняете что-то, используя большое количество непонятных слов, тогда все будут думать, что вы говорите о чём-то глубоком. Потому что в любом случае никто не сможет разобраться, о чём вы, чёрт возьми, говорите. Итак, что касается того, чтобы искать своё сердце с помощью интеллекта. Обычно под сердцем подразумевают эмоциональную сторону. То есть вы отделяете мысли от эмоций. Позвольте задать вам простой вопрос. Если вы внимательно посмотрите на себя в повседневной деятельности, то заметите, как вы думаете, такие эмоции вы и проявляете. Если сейчас я подумаю, что вы замечательный человек, я буду испытывать к вам приятные эмоции. Надеюсь, что так вы и думаете. Это не признание. Если я думаю, что она ужасна, я буду испытывать к вам неприятные эмоции. Я не могу думать, что вы прекрасны и испытывать к вам неприятные эмоции. Я не могу думать, что вы ужасны и испытывать к вам приятные эмоции. Это невозможно. Люди пытаются так делать, но это никогда не срабатывает. Я ненавижу её, но буду с ней приветлив. Они подойдут и сделают вот так. Видели такое? Да. Совершают хорошие вещи ужасным способом. Это происходит в семьях, среди друзей, где угодно. Хорошие вещи делаются ужасным способом. Если хотите сделать что-то ужасное, в конце концов, просто сделайте что-то ужасное. Не портите хорошие вещи ужасным исполнением. Так что вопрос в следующем. Мысль и эмоция — это одно и то же или две разные вещи? Это не две разные вещи. Мысль подвижна. Например, сейчас я думаю, что вы замечательная. Но в следующее мгновение вы делаете что-то, что мне не нравится. И я думаю, что вы ужасная. Моя мысль тут же изменится, потому что она подвижна. Но эмоция сентиментальна. Ей это будет непросто. Потребуется три дня на то, чтобы постепенно развернуться. У неё большая дуга разворота. Но через три дня она придёт к этому. У некоторых людей этот процесс занимает три дня, у других — три месяца. Но эмоции разворачиваются. Не так ли? Да или нет? Как вы думаете, так вы и чувствуете. По-другому и быть не может. А также, верно, как вы чувствуете, так вы и думаете. Всё зависит от того, что в вас доминирует. Если у человека на переднем плане эмоции, тогда как он чувствует, так он и думает. Если на переднем плане находится мысль, тогда как люди думают, так они и чувствуют. Вы не можете думать одно, а чувствовать другое. Это происходит недолго. Но со временем эмоция догонит мысль.